День Героев Отечества В севастополе на аллее героев на пятом километре Балаклавского шоссе провели митинг. Участвовали в нем ветераны, представители казачества и потомки заслуженных людей. Здесь захоронено 13 героев социалистического труда и 22 героя Советского Союза. К монументам легли цветы. Спасибо правительству, конечно, что не забывают, что чтят память таких людей, которые, не жалея своих сил, трудились на благо Родины, чтобы нам сейчас жилось и всем нашим поколениям жилось хорошо. Город Севастополь – это город-герой. И раз на знамени Севастополя блестит звезда героя, это говорит о том, что севастопольцы подавляющим большинством своем – это герои. Это доказали мы в 2014 году. Это доказываем мы всей историей нашего славного города. Гордимся им. Севастопольские и Тюменские кадеты с песнями пройдут по городским улицам. В честь Дня Героев Отечества сегодня с 15 часов ожидается строевая прогулка воспитанников Севастопольского и Тюменского кадетских президентских училищ. Машрут от улицы Парковая через Фадеево до площади Комбата Неустроева. Окончание мероприятия 18.00. Движение автотранспорта в связи с этим по указанным улицам будет перекрыто. По состоянию на 9 часов утра лимиты подаваемой электроэнергии в Севастополе – 150 мегаватт. Об этом объявили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС. В течение дня ожидается увеличение мощности до 180 мегаватт. Это позволяет соблюдать новые графики верных включений. Свет подается по схеме 3 через 3. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте правительства Севастополя. Сегодня на маршруты вышло 30 троллейбусов. Электротранспорт будет ходить до 20 часов. Дублирующие автобусы с ценой по 10 рублей продолжат работу на время ЧАЭС. Этот режим пока что сохраняется. С сегодняшнего дня заработали все детские сады, за исключением 130-го. Кроме того, губернатор Севастополя Сергей Миняйло распорядился усилить контроль за вывозом мусора. Проехать по Хрусталево, контролю городского хозяйства, заехать во дворы и посмотреть. Есть? Понятно, да? И всех перевозчиков, кто занимается санитарной очисткой города, всех заставить работать. Невзирая на режим ЧАЭС. По вывозу мусора, по вывозу бытовых отходов и по уборке территорий. А то немного, я смотрю, ослабились в этом вопросе. Несмотря на стабилизацию ситуации, граждан призывают минимизировать использование электроприборов и соблюдать правила пожарной безопасности. Ночью была очень сильная ситуация с Виолентом, где выгорела 206-я ТПшка в связи с тем, что перенагрузка получилась от потребителей. Все остальное на плановом режиме. Сегодня принято решение губернаторам получить заявки от промышленных предприятий, которые выполняют гособоронзаказ, и с 0 до 6 часов утра подавать им электроэнергию. Обстановка в Севастополе нормализуется. Об этом вчера вечером заявили на заседании штаба общественных организаций. Представители добровольных дружин и охранных предприятий обсудили ситуацию в городе, а также отчитались о проделанной в режиме ЧАЭС работе. Отмечают, первые дни чрезвычайного положения были для них самыми сложными. Сейчас все стабильно. Каждый вечер активисты выезжают на патруль по районам города. По Севастополю зарегистрировано более пяти добровольных дружин. На базе ассоциации был создан оперативный штаб из общественных и охранных предприятий, участвующих в «Русской весне», самообороны. В связи с различной ситуацией люди были выведены на охрану вышек телекомовских, мобильной связи, поддержание общественного порядка, мониторинг цен и охрана дизель-генераторов, которые устанавливались во дворах. После заседания штаба построение и отправка на развод. Каждая группа прибыла на вверенный ей участок. Перед дежурством построение в районном РОВД. После оглашения оперативной сводки получают установку на ночь. Обязательное условие в составе формирования должен быть сотрудник полиции. В группе быстрого реагирования «Беркут» четыре человека. Они ежедневно после работы патрулируют Ленинский район. В городе без замечаний, без происшествий. Проводим совместную работу с полицией, патрулируем город. Все незначительные нарушения передаем сразу в Ленинский РОВД. В принципе, все хорошо, обстановка в городе нормальная. Промежуточные итоги работы Департамента здравоохранения за время ЧАЭС подвел на брифинге начальник профильного ведомства Юрий Восконян. По его словам, медицинские учреждения города оказывают весь спектр услуг населению в штатном режиме. Больницы и поликлиники в полном объеме обеспечены электроэнергией, круглосуточно отапливаются, проблем с размещением пациентов в стационарах нет. В ближайшее время по программе развития Севастополя до 2020 года в ведении Департамента поступят еще три современных флюорографа. Также до окончания режима ЧАЭС в медицинских учреждениях города действует самозапись. Все 25 медицинских организаций, об этом мы докладываем дважды в день на заседаниях штаба по чрезвычайным ситуациям, работают. Плюс к этому мы еще обеспечили бесперебойную работу центра гемодиализа, который хоть и является частным, но вся помощь в нем больным с почвы недостаточно заказывается бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. В дополнение мы смогли за короткий промежуток времени оснастить еще плюс к стационарам часть поликлинических учреждений, источниками резервного питания и большинство аптечных пунктов, хотя они являются частными, но тем не менее они выдают лекарства льготным категориям граждан. Фиксированная городская и мобильная связь в Севастополе работает на 99%. Об этом журналистам информационного канала Севастополя сообщил начальник профильного ведомства Вадим Двориненко. Он отметил, все крупные операторы на сегодняшний день обеспечены стационарными и мобильными дизель-генераторами. Стабильную работу поддерживают 163 базовые станции. Проводной интернет также доступен для горожан, а вот беспроводной 3G ловит пока только в центре города. Зону покрытия планируют расширять. Если бы не ЧС, то зона уже была бы значительно больше. Более того, я хочу сказать, что в 2016 году мы собираемся выйти и на 4G. Как бы ни глумились блогеры, что вы сначала обеспечите 3G, а потом уже говорите. Но мы это все будем параллельно делать. С севастопольскими интернет-провайдерами и операторами встретился заместитель руководителя Федерального агентства связи Дмитрий Панышев. Он отметил слаженную работу коллег в режиме ЧС и поставил перед ними ряд новых задач. Во-первых, обеспечить широкополосный доступ в интернет. Во-вторых, предоставить информацию по схеме сетей связи и абонентам в федеральное ведомство. От всех крупных операторов мы эту информацию имеем. Нам необходимо получить от всех операторов эту информацию, имеющих лицензию. Таких у нас на полуострове, имеющих лицензию 247. Из них 138, я как бы сказал так, живых. Тех, которые производят платежи фонда универсальной услуги за ресурс нумераций. То есть те, которые реально производят отчисления, работают из живота. Это были новости на информационном канале Севастополя. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова